Музыка Музыка Антон поет. Старается, чтобы погромче было, партнерша обязывает. Ему 11. На сцене и вообще на публике чувствует себя комфортно. Опыт богатый. За плечами публика с фестиваля Кинотаврик, зарубежные гастроли в Черногорию. Ты обещал показать кинофильму. Ты обещал показать кинофильму. Что ж ты, что ж ты не кажешь. И влюбленная. Что ж ты, что ж ты не кажешь. Я вам показал, только раз не погоню. Артисты везде встречают тепло, любят и дома. Только дом у мальчика общий, детский. Антон все время строит дома, день за днем. Ну, расскажи, кто в этом доме жить будет? Мама с папой. Мама с папой. И я там буду жить жить. А еще? Еще там будет жить этот кафа. Собачка. Ну, Антон, это, в общем-то, наш лидер в группе. Он у нас очень улыбчивый мальчик. У него очень хорошее всегда настроение. Он заряжает нас своими эмоциями. У него очень хорошо развита речь. У Антошки. И он очень любит делать комплименты. Комплименты. А еще гулять, рисовать, читать, играть. Активный, очень работоспособный, не в меру любознательный. Почти ничем не отличается от обычного мальчишки. Почти. Антон живет в Филимонковском детском доме, где у ребят ограниченные возможности здоровья. Но талантов нашему герою не занимать. Когда выступать не нужно, наши дети, хотя у нас мальчики, очень любят заниматься ручным трудом. И очень много умеют. Наши мальчики занимаются бисероплетением, занимаются квилингом. И очень любят из соленого теста делать поделки. Непоседливый и усидчивый одновременно. Любые поделки выполняет не по образцу, а фантазирует. Он знает весь алфавит и активно учится читать. Любим и педагогами, и детьми. Если у Антона найдутся мама и папа, его успехи, конечно, приумножатся. Будущим родителям, если они сейчас видят сюжет про Антона, следует позвонить в Управление опеки и попечительства по Ленинскому муниципальному району. 541-12-87.